Меня часто спрашивают родители маленьких детей, почему мой ребенок раздражен, почему он ведет себя плохо, почему он своим криком привлекает к себе внимание. Отвечаю, ребенок это как лакмусовая бумажка состояния вашей семьи. Если в семье что-то неладно, что-то не срослось, есть эмоциональные качели, то ребенок будет это транслировать. Ребенок показывает то, что вы очень глубоко внутри скрываете. Допустим, вы совершенно безэмоциональная мама, вы ходите по строночке, боитесь поднять голос на кого-то, сдерживаете себя, и у вас никогда в семье никто не повышает ни на кого голос, нет ни криков, ни громкого смеха. Ребенок, он как бы разряжает эту обстановку, и он вдруг иногда спонтанно ведет себя, совершенно, как вам кажется, некультурно. И тем самым он выражает те эмоции, которые вы внутри очень сильно зажали, и не даете им проявиться. Отсюда вывод, как только вы сможете сами выражать те эмоции, которые вы у себя закрыли, зажали, как-то скрыли, да. Тогда ребенку не нужно будет транслировать те внутри скрытые эмоции, которые есть у вас. Насколько вы будете себя вести, что ли, более осознанно и естественно. Настолько ребенку не нужно будет провоцировать вас, чтобы вывести вас тоже на те же эмоции. Он покричал, и вы вынуждены покричать. Он заплакал, вы как-то на это реагируете. Ребенок учит нас быть разнообразными, проявлять свои эмоции. Ребенок это как духовный учитель, который спустился с небес и говорит, ой, сейчас я тебя научу принятию, да. Ты что-то не принимаешь, а через меня ты это обязательно примешь. Ведь ты же меня любишь, ведь я твой ребенок, твоя любовь, ты создал меня. Через меня ты принимаешь какое-то качество, которое ты отрицаешь и в себе, и в других людях. Поэтому совет психолога, будьте естественны, проявляйте все свои эмоции. Особенно если вы женщина, если вы мама этого ребенка. Эмоции скрывать женщина очень-очень сложно. И это порой бывает даже травматично для самой женщины. Потому что это приводит нас, женщин, к неврозам. Если мы молчим, что-то не высказали, мы ходим в депрессию. Нам нужно выговориться, нам нужно сказать. Мы не можем из себя что-то изображать. Если мы с вами родились эмоциональными, веселыми, общительными, то не нужно подстраиваться ни под кого, и не нужно быть обязательно молчаливой, покорной какой-нибудь, да, вроде бы нравственной. Нет, ваш ребенок будет вести себя так, чтобы вытянуть из вас вашу реальную сущность. И тут хоть наказывай его, хоть нет, веди его к психологам, веди его к неврологам, ничего, дорогие мои, не поможет. Поэтому то состояние, которое транслирует ваш ребенок, оно прямо пропорционально вашему состоянию. Здоровый эмоциональный фон в семье, здоровый эмоциональный ребенок, здоровый психический ребенок. Ну а с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч!